В Эсзаказик, родном городе президента Египта Мохаммеда Мурси, пятый день не прекращаются беспорядки. Противостояние оппозиции полицейских началось здесь в годовщину начала восстания 2011 года, приведшего к падению режима президента Хосни Мубарака. Толпы людей вышли в понедельник на улицы Каира и Александрии, а также трёх городов, расположенных вдоль Суэцкого канала, где в воскресенье были введены режим чрезвычайного положения и комендантский час – Порт Саида, Исмейлии и Суэца. Протестующие скандируют лозунги, призывающие к свержению президента, и поджигают полицейские машины. Они обвиняют Мурси в том, что он предал революцию. Мурси, в свою очередь, обвиняет своих противников в намерении свергнуть первого демократически избранного лидера Египта недемократическим путём. Исламские силы в Египте выиграли два референдума, двое парламентских выборов и президентские выборы. Однако оппозиция оспаривает их законность и обвиняет Мурси в создании новой формы авторитаризма. Призыв Мурси к переговорам представители Национального фронта спасения отвергли. Главная оппозиционная коалиция Египта назвала это предложение косметическим и непредметным. Единственным политиком либерально-демократического блока, который принял участие в диалоге, был Яман Ноур. После того, как встреча состоялась, он сообщил журналистам, что участники договорились встретиться снова через неделю. Он также сказал, что Мурси пообещал рассмотреть с требуемой оппозицией изменения в Конституции, но не стал обсуждать вопрос о создании правительства национального единства.